Давайте посмотрим, из каких элементов она будет состоять. Для случая, Андрей Васильевич, мы вообще не легко состоим. Я понимаю, разумеется. Но сейчас давайте для начала, что это такое. Это такие числа. 1, 2, 3, 4, 5 пропускаются. 6, 7, 8, 9, 10 пропускаются. 11, 12, 13, 14, 15 пропускаются. 16, 17, 18, 12, 21, 22, 23, 24. Совершенно понятно, что функция илера от п в степени n, это п в степени n минус п в минус п. Потому что каждое п-дречисло делится на п, и именно их-то нам и нужно пропустить. Что это такое? Это п в минус 1 умножить на п минус 1. Значит, ребята, заметьте, я не исключаю сегодня. Начал с доказательства того про порядки. Потому что я сейчас сделаю две вещи. Во-первых, я объясню, что у нас существует элемент вот такого порядка. во-вторых, я объясню, что у нас обязательно существует элемент такого порядка. Только внимание, сейчас у меня п это не двойка. П, ну, двойка, число простое, двойка элемента. А значит, будет существовать элемент такого порядка, а значит, ребят, а значит, у нас получится, что эта группа, она тоже всегда циклическая. Согласитесь, что это довольно сильный и приятный результат. Если немножко подумаете, то заодно получится и вот такой факт тоже. Дело в том, что эта двойка, она вообще практически ни на что не влияет. Два степеника, может ли? Нет, нет, не два степеника. Потому что, когда два степеника, то функция Эйлера изменится. Поймите, пожалуйста, функция Эйлера от 2 умножить на п в n, это функция Эйлера от 2 умножить на функцию Эйлера от p в n. То есть, это есть p в n-4 умножить на p-1. Значит, от того, есть здесь двойка Эйлера, количество элементов не меняется. А вот, если здесь будет не двойка, а четверка, то количество элементов изменится, потому что 5-4 это уже 2, и там будет по-другому. Так вот, смотрите, как я сделаю для порядка вот этого элемента, для, извините, для того, чтобы найти элемент такого порядка, я просто возьму и его напишу. Фактор. Единица плюс p, возведенная в p в степени n-1, это единица по модулю p в степени n. То есть, заметьте, я просто прямым образом указываю это число. Сколько надо пройти? Да, сколько стоит, сколько надо пройти? Вот. Теперь вопрос, как бы мне найти элемент... Ой, да-да-да-да-да, еще важно, что, если взять меньший показатель, то у нас будет не единица. То есть, если я возвожу в n-2 степень, то будет не единица по модулю p в степени n. Это я сейчас докажу. Это по-другому не тонн. Да, по-другому не тонн. Это очень легко доказывается. Но важно мне сейчас сказать успеть другую мысль. Откуда берется элемент показателя p-1? Это, оказывается, еще легче. Передачный порядок. Дорогие мои, мы берем, пока это первообразный корень. И мы этот сам... Попробуем? Да, конечно. Первообразный корень говорим, что он вот какой. Он в p-1 степени равен у нас единице, а в меньших степенях он у нас единице не равен. Замечательно. Что это означает? Это означает, что g в b-1 степени это у нас число такого вида. Единица плюс ap, где a произвольное целое число. Так вот, ребята, когда мы с вами будем здесь работать, то мы докажем следующую важную штуку, что исходя из этого равенства, g в степени p-1 умножить на p в n-1 сравнимо с единицей по модулю p в степени n. Что? Хотя, стоп, это вообще-то теорема рейлера. Вообще-то, это даже не надо доказывать, потому что это просто самое, что не есть теорема рейлера. Это обобщение малой теоремы формата. Потому что вот эта вот штука, это в точности и есть функция рейлера от числа p в степени n. Теперь давайте подумаем, теперь давайте подумаем, что называется, ну и что? А лучше, ребята. Если берешь такой элемент, пишем, g большое, это g маленькое в степени p в степени n минус алиминь, то это наше число g обладает следующим забавным свойством. g на m1 на m2 g возведенная в степень p минус 1 это единица во модулю p в степени n. g в p минус 1 это единица. А вот сейчас я объясню вам, что никакой меньшей степени g не годится, чтобы здесь была единица. Давайте посмотрим, собственно говоря, почему. Берем число g, берем наше число g и возводим в некоторую степень. Пишем, g в степени r пусть дает единицу, при этом число r меньше, чем p минус 1. Предположим, что на самом деле по ряду числа g маленькое. В таком случае, что у нас по факту здесь будет написано? Здесь будет написано g маленькое в степени p, p, минус 1 умножить на r. сравнимо с единицей. А вот то, что если сравнимо по модулю p в степени n, то сравнимо, ребята, по модулю p. Потому что по большему модулю сравнение приводит к сравнению по любому меньшему модулю тоже. После делителя. Что? Да, то делитель. А v это делитель, не считал, понимаешь, что в конце дни. А вот, а значит, вот эта радость должна делиться на v минус 1. Пишем, v в минус 1 умножить на r делиться на v минус 1. Число p взаимно просто с числом v минус 1. Поэтому у нас на r должно делиться на v минус 1. Что невозможно, потому что мы предположили, что r число маленькое. Ну, мне кажется, извините, я уверен, что сейчас народ очень поздно. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. Андрей будет отвечать. Здорово. Удачи. Все хорошо. У вас два раза. Я бы так. мы еще пока не доказывали. Это не доказывали. Это сейчас по биному ньютон легко доказывали. Ну, может, доказали, что по модуле просто чувствует первообразные колики. Ну, да. Пусть это же уже маленький колик. Уж маленький колик. Вот такой, он будет повторять какому-то скажу. Вот. Тогда же в такой степени сравнимо соединится по модуле П. Ну, это просто теремейтер. А вот это что как? Ну, мы ее мы тоже считаем доказывать, правильно? Все знают, как ее доказывать? Не знаю, но тут должен быть чуть-чуть. Сейчас тебе заниматься вот. Значит, вот это число это Fiat Venti значит, же в степени Fiat Venti с самим Семьимским моделем и вот как это. Вот. Теперь обозначим за G большое G маленькое лоскопое степень. Вот. Ну, ясно, что тогда вот это и с той же самой что там не сделает. Ну, что ж, а в этой степени степень поменится вот. Вот. докажем, порядком уже большого по моделям в степени это 211. Ну, допустим, что его порядком является некоторое меньшее число радости. Вот. Опять же я тебе тогда выясняется, что вот эта радость она вот так и разрушена. Вот. Но что следует вот с такого сравнения? порядком же по модулю П является число П-1 значит вот этот показатель должен делиться на П-1. Вот. Теперь заметим, что число П и П-1 заведут простые. Значит, число П в степени Н-1 и П-1 тоже в степени простые. Значит, если мы знаете отсюда вот это вычерк, делимость не должна снижать. Вообще явно противоречие. Р не может делиться на П-1, так больше миллиарда месяц не снижать. Так. Что получилось доказать? Да, мы доказали, что порядок уже большого П-1 смотрим П-1. Что дальше? У уже большого порядок это П-1. Мы сейчас докажем, что у числа 1 плюс П порядок такой. Эти числа из-за этого простые. Вот эти вот это и вот это. И поэтому произведение Ж большого и 1 плюс П будет иметь вот такой порядок произведения этих порядков. Спасибо, садитесь. Вот. И теперь это могу стирать? Все, да? Спасибо. Здравствуйте. Вот. Теперь осталось разобраться с этим. Это правда мелочи. Это совсем мелочи. Вот почему. Надо просто понять, что здесь на самом деле написано. Написано здесь следующее, что когда возводишь вот в такую степень, то не получаешь единицу по этому могу, но получаешь единицу по предыдущему. То есть давайте я сейчас переформулирую вот это вот утверждение следующим способом. тярева доказывается она будет индукцией по А. Тярева. Если П простое, индукция по Н, Н натуральная, то единица плюс П возведенная в степень П в степени Н минус один имеет вид один плюс АН умножить на П в степени Н где АН-ое число целое, но не делится на П. АН-ое число целое. Натуральное. Натуральное, ну не отрицательное, я скажу, не так. Мне совершенно не важно, какой у него знак. Важно, что оно целое и при этом не делится на это. Давайте посмотрим, почему на самом деле эта формулировка теоремы в точности дает то же самое, что это значит. Господа, смотрите, один плюс П, когда возводишь в такую степень, получаешь эту ищу, то это по сути и есть вот это сравнение. Согласны? Здесь просто написано одно и то же. Теперь возьмите и вместо Н подставьте Н-1. Здесь тогда будет Н-2, здесь будет Н-1, здесь будет Н-1. И вот как раз получится, что вот это число не делится на П в степени Н. То есть, применяя это утверждение к числу Н-1, мы получаем соответственно вот это. Согласны? Да. Согласны. Теперь давайте докажем теорему индукции по числу Н. База. Н равно единице. Ну, знаете, как-то это совсем очевидно. Единица плюс П возведенная в П в нулевой степени. Это есть единица плюс П умножить на 1. Значит, господа А первая это единица. Единица число целое и на П не делится. Вот, переход он устроен в столь же очевидный образ. Предположим, что такое равенство для какого-то Н у нас есть. Берем и для Н плюс 1 делаем. То есть единица плюс П возведенная в степени П в степени Н. Это единица плюс П возведенная в П в степени Н. Вы можете гордиться тем, которые красиво называют из себя звуки. Но это не самое главное достоинство. Это что это я разумеется мы должны в П в степени возвести вот это раз. Мы должны просто возвести в П в степени для этого разумеется вполне годится бином Лютон. Давайте посмотрим что это будет такое. Это будет единица плюс число сочетания из П по одному это просто П умножить на АН умножить на П в степени н число сочетания из П по одному П на П минус один в пол умножить на АН в квадрате умножить на П в степени 2 н плюс и так далее и так далее и так далее обратите пожалуйста внимание здесь у меня уже есть 2 н понимаете и здесь уже есть П кстати ровно в этом месте мы пользуемся тем что П это не двойка потому что я вам здесь бы равнял двойки то здесь была бы неприятность но сейчас не двойка поэтому здесь уже есть П это первая степень еще есть 2 н значит уже есть 2 н плюс первая степень поэтому это уже все большие степени числа П а здесь у нас н плюс первая степень и умножается она как раз на число не делящееся на П значит когда вы вынесете П в н плюс первой то у вас так и будет единица плюс п в н плюс первой смотрите умножить на что а н плюс что-то делящееся на П мне абсолютно не важно что там написано важно что это какое-то целое число делящееся на П значит соответственно то что в скобке это целое число мне не так важно мне важно выказать отчаянию наказал значит сумма целое число не фигня с на П теорема доказана смотрите на самом деле что еще мне нужно для того чтобы разобраться с структурой мальшепликативных групп на самом деле мне еще нужно знать как же быть там со степенью со степенями двойки помните андрей сказал что можем ли мы добавить не двойку а четвертую я объяснил что не можем но на самом деле представление о том как устроен мультипликативные круглые вычисли по модулю 2 в степени n оно есть абсолютно смотрите когда n равно единице это просто на просто з второе имеется в виду что у нас нет звездочек мультипликативные количество элементов это просто одно нечетное число это неинтересно произведение нечетного числа нечетное оно всегда нечетное n равняется двойке это будет вот что такое группа состоит из чисел 1 и 3 и умножение производится по модуле 4 3х3 это 9 то есть по модуле 4 это 1 здесь это то же самое что группа состоящая из чисел плюс-минус 1 дело в том что тройка это же минус 1 по модуле 4 поэтому по большому счету это просто плюс-минус 1 хорошо мы хотим понять как устроена группа вычетов по модулю 2 в степени n при разных n равняется 3 тогда у нас такие элементы 1 3 5 и 7 вот ребят обратите пожалуйста внимание какой здесь получается забавный эффект 5 в квадрате это 25 то есть единица неужели 3 в квадрате и 3 в квадрате это группа квадрат любого элемента который равен единице давайте поймем следующую вещь если написать здесь единицу здесь витёрк здесь написать единицу а здесь минус единица то вы увидите что все элементы группы вычетов по модуле 8 мультипликативные они вот такие 5 минус 5 то есть тройка ой я здесь минус 1 минус 1 минус 1 то есть семерка и минус 5 то есть тройка то есть мультипликативная группа вычетов по модулю 8 это произведение двух групп второго порядка отдельно у нас есть единица и пятёрка и отдельно единица и минус единица оказывается что абсолютно так же устроена работа устроена эта группа для любого большего натурального числа n значит теорема звучит так оказывается порядок числа 5 по модулю 2 в степени n равен 2 в n минус 2 в степени порядок числа 5 по модулю 2 в степени n равен 2 в n минус второй степени к благодаря этому любое число любой элемент вот этой группы однозначно представим в следующем виде либо плюс либо минус это в зависимости от того какой остаток даешь в разделении на 4 если остаток 1 то надо брать плюс если остаток 3 то надо брать минус мы повторяем плюс минус 1 а дальше идет 5 в степени к где число к пробегает значение от 0 до 2 в n минус второй степени вот таким образом представимо любое число для того чтобы это доказать на самом деле нужно доказать просто такое равенство что 5 в степени 2 в степени n минус 2 записывается в следующем виде 1 плюс 2 в степени n умножить на bn где bn нечетно эта теорема страшно похожа на то что у нас сегодня уже было только у нас это было когда здесь было число 1 плюс p и возводили мы его в степень v помните это страшно похоже доказывается так же база n равняется двойке 5 в степени 2 в нулевой это что такое 5 в первой да опять в первой когда я говорил о том что по модулю 2 у нас все числа нечетные это это вы еще поняли так что вы не знаете а вы не знаете слово мультипликативное я вообще не знаю мультипликативное это когда много мультипликативное много каждого так слово мультипликация мультипликация когда много кадров движется движется мультипликация теперь мультипликативное как в кубличных по моду что это мультипликативное по моду это там где умножают и произведение все время остается Вычитав, это когда рассматривают остатки от деления. Это именно простые. Да, вот эта группа состоит из чисел от одного до двух степен, которые в союзно простые с числом 2 в степени вен. То есть, проще говоря, нечетно. Таких чисел, между прочим, 2 в минус первой степени штука. Нечетных чисел полно половины. Четных, нечетных, 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 нечетных. Дальше. Значит, мы не понимаем эту формулу, да? Мы не понимаем эту формулу. Замечательно. Я сейчас буду в нее подставлять вместо n разные числа. Может быть, станет легче. То есть, вместо n подставляешь двое. 2 в минус 2 – это 0. 2 в 0 в степени – это 1. 5 в первой степени – это 5. А это, внимание, это 1 плюс 2 в квадрате умножить на 1. Алло. Это, Ваше Величество, понял? Нет, в смысле, 5 – это 1 плюс 4. 4 – это 2 в квадрате умножить на 1. Отлично. В этом поле. Так вот, это означает, что b2 – это единица. Для b равного единицы – это формула степени. А вот теперь делаем последнее, что мы сегодня с вами успеем. А именно, посмотрим для n плюс 1, что у нас будет. Внимание! 5 в степени 2 в степени n минус 1. Это 5 в степени 2 в степени n минус 2 в квадрате. Свойство степени – это, знаете ли, что у нас отличие. А это есть единица плюс 2 в степени n в квадрате. Дальше квадрат суммы. Единица плюс 2 в n плюс 1 в n плюс 2 в степени 2 в n плюс 2 в степени 2 в n в квадрате. Мы сделать это уже. Мы это действительно сделали, потому что мы здесь можем вынести 2 в n плюс 1 в степени 2 в степени n минус 1 в квадрате. Вот это число четное. А вот это нечетное. Я думаю, сумма нечетного, нечетного числа, нечетного. Значит, у меня в сфотке опять получилось нечетное число. Ну, с этим нет. Так, спасибо. Все.